Девушки отдыхают Девушки отдыхают Какой современный ребенок, всех знаешь Скажи, а ты могла бы забраться на ту лестнику и попозировать мне? Угу Не страшно? Нет Отлично Сюда повыше заберешься, хорошо? Хорошо Ну давай, позируй, улыбайся Ты просто красотка София, зачем ты туда залезла? Меня тетя попросил, я же модель Что вы себе позволяете? Здесь же совсем не высоко Ну это для вас не высоко, а для шестилетнего ребенка Слезай оттуда Слезай оттуда София, аккуратно Ага-га Сразу видно, что вы не мать Да, я еще в парке, я снимаю Давай поторопись Да, хорошо Уже жесть Хорошо Ну да Бегу-бегу-бегу Ты как всегда Привет Привет, давай садись быстрее, а то столик кому-нибудь отдадут А давай позвоню в ресторан и скажу, что мы задерживаемся Я тебя умоляю, я уже позвонил Все пропало? Нет, нас ждут, но просто ты знаешь, как я не люблю неорганизованность Хотя, господи, что я говорю? Где ты, где организованность? Ну прости Простите Хорошо Простите Вадим Александрович, мой повелитель стихий, мое солнце и звезды Подлизываться-то ты умеешь, только что ты села на что? На мои документы? Нет Ну да Ну это нормально Сит свою свадьбу тебе, любимую Дорогой мой Ты умеешь удивлять Господи, Вадик Вадик, какая красота Мои любимые Лилии, хризантемы, розы, спасибо Спасибо, мой дорогой А это, это же прямо Как на картине Клода, вон, а Ваза с цветами Какая же ты у меня умная Ну еще бы, мама, искусствовед Это на всю жизнь Господи, как же Ты, Мэй, тридцать три несчастья Прости меня, пожалуйста Господи, да что же я все испортила Вадик, прости Успокойся, все Давай, собирайся Подожди Ты не против, если я надену Это красивое платье сегодня Можешь Надеть зеленое Когда мы с тобой познакомились Ты была к зеленым Ты помнишь И не только это Хорошо Хорошо, мой господин, как скажешь Никогда не забуду тот первый день Когда мы с тобой познакомились в офисе Ты с фотоаппаратом Твои дурацкие снимки Но Я же только приехала Еще совершенно не умела фотографировать Зато яро верила в слова Кортье Брессона Что бесконечность Можно запечатлеть фотографией в моменте Ты до сих пор в это веришь? Да Жаль, что ты меня всерьез До сих пор не воспринимаешь Но Это достаточно сложно сделать Я шучу Ты у меня самая красивая Девушка на планете Вадим Я давлю тебе ноги А у меня для тебя сюрприз Да? Да Прошу Спасибо 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 Вадим Вадим, это божественно Порой мне кажется, что я этого просто не заслуживаю Ну, с этим сложно не согласиться Я хочу, чтобы у нас в нашей следующей годовщине был ребенок Что скажешь? Я очень хочу детей Ну Можно я сначала закончу школу фотографии? Максимум год Что ж Ну, я хочу, чтобы ты знала Что я сторонник Классических ценностей Так, чтобы Женщина Приглядывала за семьей За домом За ребенком Да Кирилл Нежин Ответь Не хочу Он мне тут признался Что ты ему напоминаешь его первую любовь Ты же строила ему глазки Я? Кто тебе это сказал? Как же мне нравится твоя непосредственность Я шучу Ладно Год так год Заканчивай свою школу У нас с тобой еще все впереди Я тебя очень люблю Я тебя тоже очень люблю За нас За нас О А вот и моя двоюродная сестра Наверняка что-нибудь придумала Не сомневаюсь Дорогие мои, здравствуйте Поздравляю вас Привет Привет Спасибо Ребят, вы такая замечательная пара Я вас так люблю Смотри-ка, с днем рождения не поздравила Зато про годовщину почему-то вспомнила Я прошу прощения, звонит сын Присаживайся Алло, Егор Это подарок? Да Можно я посмотрю? Да Спасибо Анька, они прелестны С ума сойти Анька, ты такая счастливая Я так за тебя рада Мне иногда кажется, что все это не со мной происходит Почему? У вас с Вадимом все хорошо? Все очень хорошо Даже настораживает Он стал вести себя как-то странно Представляешь, приженовал меня к Нежину К Нежину? Да И как поживает Кирилл Нежин? А ты с ним знакома? Нет, я с ним не знакома так Пару раз просто виделась Правда, что он одинок? Не знаю, но он производит впечатление очень счастливого И самодостаточного человека Давай ты что-нибудь закажешь, а? Нет, нет, не надо Спасибо Не надо Я ненадолго Да, правда? Я уже пойду Я уже пойду Я... так, на минуту Поздравите и все У меня сюрприз Егор приезжает из Лондона Собирался остаться на факультатив Представляешь? Ребят, я ухожу Простите, было вас очень рада видеть Я забежала ненадолго Только вас поздравить Я обязательно зайду обнять племянника Даже не сердишь? Приятного аппетита Нет, пока Метеор Метеор Не то слово Аннушка Егор пережил такую трагедию Потеря матери Мне бы очень хотелось, чтобы вы с ним подружились И нашли общий язык Дорогой мой, я сделаю все, что в моих силах Все будет хорошо Я тебе обещаю Аннушка, не волнуйся, все будет в порядке Я тебе обещаю Хорошо Сынок, Егор Привет Ну, надо же, ты посмотри Гигант какой, вымахал, а ты посмотри Как долетел? Ну, два часа турбулентности и все Молодчина, что прилетел Бохнем с факультативом, хоть дома отдохнешь, да? Егор Привет Привет, да Держи, это тебе Там новейший планшет, лимитированная коллекция Такие нигде не продают Пап, ну не стоило Ну, я это тебе Аня дарю Ну, идем, рассказывай, что, как, как долетел, как учебу Да, все нормально, спасибо Слушай, пап, я достроил нового робота, но с собой его взять не получилось Тяжеловато, но я тебе на видео покажу Договорились, горжусь тобой, молодчина Когда мы с тобой уже будем строить дома, а? Умные дома уже строят, а мы с тобой будем строить какие? И гениальные Именно, давай пять Да, прям с целой кучей технологий Прям с целой кучей Вот представь себе, стиральная машина с голосовым управлением Жидкокристаллические обои с доступом в интернет Ничего себе Блин, было бы финансирование Вот, и не говори, самое важное, было бы финансирование Узнаю свою кровь, молодчина Идея с жидкокристаллическими обоями очень крутая Егор, а что ты собираешься делать на каникулах? Слушай, пап, мы ездили в Шотландию на экскурсию Егор, тебя Жаня спросила о чем-то Да, я просто поинтересовалась, есть ли у тебя какие-то планы на каникулы Я буду проводить их с отцом Понятно Ну, соберемся все вместе и отметим твой приезд Да, и Крестного позовем, с Колькой и Машкой И Крестного позовем, да И Машку, и Колю Все соберемся Ты представляешь Летал к нему всего три месяца назад Он так вымахл Уже совсем мужичок прям Ты чего такая грустная? Из-за того, что он на тебя не реагирует? Угу Ну, это, конечно, неприятно, но объяснимо Вы с ним виделись всего один раз на свадьбе Так что Просто он терпеть меня не может, вот и все Я даже слышать этого не хочу Я, конечно, понимаю, что у Егора сложный характер Как и у всех пацанов в его возрасте С ним вообще разговаривать только мать могла Но сейчас мы с ним одна семья Поэтому надо как-то искать с ним общий язык Или я не прав? Ну, конечно, ты прав Конечно, ты прав Мое солнце и звезды На, держи Сок ему отнеси Есть, сэр Привет Держи, я принесла тебе твой любимый фреш Ладно Егор, я неплохой человек, правда Я очень хочу, чтобы мы с тобой просто подружились Я понимаю, что не могу заменить тебе твою маму Но я и не претендую на это Честное слово Тем не менее, мы одна семья Я и было бы очень хорошо, если бы Ну да Да, прости, я вижу, что ты занят Что ты сделала? Прости меня, пожалуйста Прости, сейчас Не смей! Мне его мама подарила Ради бога Просто уйди Сынок Кирилл Нежин Самый богатый жених нашего города Быстрее, быстрее Быстрее, быстрее, быстрее Сынок Встречай, крестного Егор Крестник, мой дорогой Это тебе от нас Спасибо Да я тебя обниму хотя бы, а Какой ты большой стал Ну что, дочь закончится, будем делать барбекю А пока что, взрослые на кухню Выпьем кофейку Да Молодежь, пока здесь пусть будет Давайте Давайте Привет, чувак Здорово Привет Рад видеть Прикинь, у нее ухажер появился О, наша девочка совсем взрослая Слушайте, идите в баню А что это у тебя? О, это интересная штука Смотрите, вот этот робот Он распознает около тысячи команд А также может поддерживать разговор Ну, о погоде, например Ты его сам сконструировал? Да Маша, по-моему, среди нас гений А у тебя двойка по физике Не позорь брата Вот смотри Ну что, решил? Слушай, Стас, я уже сказал Я не собираюсь продавать компанию Никакому стройсервису Подумай В стране кризис мы еле выгребаем Лучше стать частью большого холдинга Либо вообще выйти и вложить деньги в бизнес за границей Ты же говорил, что не справляешься Да перестань молоть чушь Я полжизни отдал этой конторе Чтобы сейчас кому-то сделать царский подарок Вадик, я не предлагаю никому ничего дарить Мы продадим компанию За хорошую цену За лучшую цену на рынке И таким образом сохраним наши с тобой деньги Слышишь? Послушай меня У меня у ребенка праздник И давай ты не будешь его портить Ребят, мясо готово, налетай Я, я первая Я бы сейчас лана съел Смотрите, она фотик утопила Извини Что ты там ее называешь? Тридцать три несчастья, да? Ты что? Ты что наделал? Она фотик уронила Успокойся Да видел я Вадим, он выбил у меня фотоаппарат из рук Я видел, малыш, я тебе говорил, держи на шее Да при чем здесь это, Вадим? Ну все Все, успокойся Он же специально это сделал Все, малыш, успокойся Как я могу? Егор Да Давай Спасибо Он уже все, он неисправный Столько трудов, столько снимков, ну как так можно? Малыш, не расправься Я не могу Ну? Сейчас еще его телефон упадет Скажи ему, что ему звонили Не трогай мой телефон Да он бы в воду упал, если бы я его не взяла У меня не один телефон Так бы ты не узнал, что тебе какая-то Юля звонит А вот это тебя уже не касается Не могу Я пытаюсь себя сдерживать, но я не могу, Вадим Родная моя, ну ты же все-таки взрослая девочка у меня Ну он пацан, в его возрасте для пацана это нормальное такое поведение Это не нормально Ну у него возраст такой, он переживает Ну не расстраивайся, поцелуй меня Да я не хочу Уф 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 Субтитры подогнал «Симон» Привет. Хочешь, я тебя поснимаю? Раньше здесь была студия мамы. Она здесь рисовала. Да, я знаю. Я видела её картины, они мне очень понравились. Может быть, попозируешь мне? Ну, нет, так нет. Субтитры подогнал «Симон» Егор, я тут случайно нашла картину твоей мамы. Хочешь, пойдём её вместе в галерею повесим? Поставь. Повешу себя в комнате. Как скажешь. Субтитры подогнал «Симон» 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 Настер, мои снимки? Я тебя спрашиваю. Залез в мой фотоаппарат и удалил мои фотографии? Ты что, не понимаешь, что это подло? Я неделю эти фотографии снимала для фотошколы. А ты как поступила? Не подло? Вышла за моего отца и за его денег. Ты и ногтя моей мамы не стоишь. Да что ты про меня знаешь? Ты вообще ничего не понимаешь. Ты даже не понимаешь, как я отношусь к твоему отцу. Да все я понимаю. Вот только что он к тебе нашел. Значит так, послушай меня. Если раньше я хотела наладить с тобой отношения, то сейчас я просто дождаться не могу, когда ты уедешь в свой Лондон. Ты понял? Ну, жди-жди. Сынок, если хочешь, можем завтра сходить в кино. Спасибо. У нас тут премьеры. В Лондоне премьеры раньше проходят. Я все интересное уже посмотрел. Надо же. Какой ты модный у меня. Ничем тебя не удивить. Да. По лондонским премьерам я буду скучать. Ну, ничего. Потерпишь две недельки и обратно. А что, если нет? В смысле? Что ты имеешь в виду? Знаешь, пап, я вот давно хотел с тобой поговорить. А что, если мне вернуться домой? Ты в порядке? Сынок, подожди, но ведь ты хотел учиться в Лондоне. Именно в этой технической школе. Да, но я скучаю по дому. Допустим, в Лондоне у меня есть друзья. Но семья моя здесь, и это важнее. Мне не хватает тебя, папа. Сын, мне тоже тебя сильно не хватает. Но, наверное, так быстро такие решения не принимаются. Может быть, как-то надо подумать. Чуть-чуть. Согласен. Хотя, по правде, я уже давно все обдумал. Я хочу жить дома. Тем более, у нас с тобой навалом проектов. Гениальные дома. Ну, ты знаешь, я хочу дать тебе хорошее образование. Но, если ты прям настолько хочешь жить дома, почему нет, будем жить дома, вместе. Извините. Да, слушаю. Слушай, а тебе не кажется, что в этой ситуации кто-то из нас лишний? Как ты думаешь, кто? Так вот, пап, я тебе хотел рассказать. Я, значит, играли мы с пацанами в футбол. Меня поставили на ворота, как всегда. Здравствуйте. Привет. О. Привет. Привет, дорогая. Привет. Какой сюрприз? Вообще-то, я обещала и пришла, между прочим, не с пустыми руками. Только что с дегустацией принесла вкуснейших сыров. Да что ты. Сыры мы любим. Спасибо. Господи. Господи, кто этот неземной мужчина? Дайте мне его скорее обнять. Дайте. Привет. Друг мой, привет. Привет. И скажи мне, пожалуйста, девушка есть? Что за глупости? Так, подожди, ты замешкался. Значит, что ты скрываешь? Я в этих делах спец. Признавайся. Так, сынок, я чего-то не знаю? Да перестаньте вы. И вообще, мне нужно сделать звонок в Лондон. Нет, ну хорошо. Но только ты помни, любить так королеву, а на меньшее не соглашайся. Не слушай тетку, сынок. Выбирай, кого хочешь. Анька, что с тобой? Ты просто тише воды, ниже травы. Да нет, мне просто голова разболелась, и надо закончить работу. Слушай, у меня на самом деле есть отличный способ от головной боли. Да? Какой? Шопинг. Да. Ну, рассказывай. Что? Что? Приехал Егор, стало все сложно. Да нет, с чего ты взяла? Потому что, пока я беседовала с ним, ты ни разу не посмотрела в нашу сторону. Даже на меня. А вот и мой ресторан. Как ресторан? Мы разве не на шопинг? Нет. Ресторан для наших целей удобнее. Для каких целей? Для плетения интриг. Давай-давай, идем. Егор решил бросить обучение в Лондоне и вернуться домой. Нет, это замечательно, но… Просто мне кажется… Хотя нет, не слушай, я все накручиваю себя… Так, Ань, перестань. Егор ненавидит тебя и мечтает испортить тебе жизнь, так? Ну, небось, говори как есть. Он объявил мне войну. Я так переживаю, что могу потерять Вадима. Я поняла. В общем, так, Ань, я помогу тебе, если ты поможешь мне. А чем я могу тебе помочь? Ты будешь приманкой. Для Кирилла Нежина. В котором я хочу организовать встречу. Он тебе так нравится? Ну, я б сказала, он достойная партия. Я здесь при чем? Ну, ты препятствия на моем пути. Нравишься ты ему, понимаешь? И теперь нам необходимо встретиться втроем, для того, чтобы перевести его внимание на меня. Я тебя научу, как мне подыграть. А ты, как ты можешь мне помочь? Аня, тебе необходимо провести расследование. Залезть в его ноутбук, либо телефон, в социальные сети. Выяснить тайные мотивы. Найти его слабое место и использовать эту информацию, для того, чтобы снять с отца розовые очки. Пусть Вадим перестанет молиться на сынка. Для начала. Проще говоря, ты предлагаешь мне за ним шпионить? Аня. Ну, это самое низкое, что можно сделать. Элит, я не буду этим заниматься. Никогда. Что это такое? Здесь будет мой кабинет. Я тебе не разрешала. Мне не нужно твое разрешение. Послушай, ты еще долго будешь надо мной издеваться? Пока ты отсюда не уберешься. Егор! Егор, подожди. Да что же я тебе сделала, а? Отстань! Слушай, ты, дурочка деревенская. Я не понимаю, как отец вообще на тебе женился. Что ты сказал? Что ты сказал? Да лучше бы тебя вообще не было. Руки убери! Я понял, у меня здесь не рады. Это что сейчас было? Ты как разговариваешь с моим сыном? Вадим. Вадим. Вадим, он разбил мой прибор. Он мне хамит. Да мне все равно, пусть бы он все приборы разбил. Пацан переживает травму и переживает ее до сих пор. И он, черт возьми, имеет на это право. А ты ведешь себя как последняя. Чтобы я в последний раз слышал от тебя это. И запомни, мой сын самое дорогое, что у меня есть. Тебе ясно? Тебе ясно. Тебе ясно. Алло. Алло, Виолетта? Да. Я передумала, мне нужна твоя помощь. Так, возьми себя в руки, дыши и слушай. Ты должна узнать все секреты Егора. Я вспомнила, что Егор общается с какой-то Юлей в соцсетях. В субботу у них свидание. Слушай, Ань, подожди, это же может быть в точку. Пацан передумал учиться в Лондоне, потому что влюбился в местную. Так, быстро, немедленно пробей переписку Егора, а я пока подумаю, что с этим делать. Так, Аннушка, сыграем? Неа. Почему? Не хочу. Ну, ладно, мы тогда сами сыграем. Да, Егорыч? Да. Так, ну все, давай, собирайся, я тебя жду. Ну, что? Готов? Прости пощады заранее. Смелая. Заявка на победу, но не дождешься. Да. Да, Виолетта. Ну что, привет, как дела? Время на исходе. Ты меня понимаешь? Я понимаю, но у меня не было возможности. Как не было возможности? Аня. Слушай, они сейчас играют в теннис, я попробую что-нибудь сделать. Ты телефон Его смотрела? Взяла телефон. Так. Ага, вот. Они переписываются уже четыре месяца. Тут всякие стихи, сердечки, признание в любви. Ну да, да, они влюблены, все, как я и говорила, конечно. Ой, Юля онлайн прислала сообщение. Читай. А, Егор, у меня случился эпик фейл, я потеряла телефон. Вот тебе мой новый номер телефона, позвони мне, как сможешь. Аня, это же не мысль моя удача, у меня только что все пазлы сложились. У них свидание сегодня вечером, нельзя терять ни минуты. Так, ты быстренько, слышишь меня? Быстренько, пиши Юле от Егора. Так что писать-то? Давай. Юлька, ты дура. Я с тобой общался на спор с друзьями и уже выиграл. Я в Лондоне, у меня все хорошо, у меня здесь есть девушка. Так что наша встреча с тобой отменяется. А? Ты с ума сошла? Я не буду этого писать. Так, подожди, ты потом удалишь это сообщение и, главное… Ее телефон из-за истории переписки, чтоб Егор не догадался, никто об этом не узнает, а? Я не буду этого делать, ты слышишь меня? Значит так, я здесь недалеко, сейчас подойду. Виолетта! Безумие какое-то. Ну, и что? Давай-подавай. Привет. Привет. Привет, Егорка. С нами поиграешь? Конечно, на шпильках. А чего нет? Да неудобно как-то. По корту не ходи. Извините. Блин. Ну что? Написала? Нет. Ясно. Нет, ну, если уж хочешь быть жертвой, будь ее. Я же за тебя этого делать не буду. Давай. Что такое? Да не знаю, что-то как-то плохо стало. Переволновалась, наверное. Или от солнца, не знаю, совсем плохо. Ванечка, принеси, пожалуйста, водички, пожалуйста. Конечно. Ну, может быть, ты присядешь? Нет, нет, нет. Спасибо, да. Давай, я быстро. Спасибо. Спасибо. Егорка, ты за все мои проигрыши надавай ему, пожалуйста. Ага. Обязательно. Конечно, обязательно. Добрый день. Будьте добры, пожалуйста, водичку без газа, не холодную. Угу. 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 Жарко. Пожалуйста. Да. И пойдем вот. Давай. Ты что делаешь? Что? Страница эта Юля в сети больше не существует. Положи телефон. Это ну, конечно, понятно. Давай. После всего того, что я ей написала, Анечка, ты с ума сошла? Да. Так, не стоит благодарности. Скоро твой пацанок отправится обратно в Лондон. Все. Я испугалась. Прости. Представляешь, Егор на свидание собирается. Все-таки Виолетта была права. Он мне сказал, что познакомился с девушкой в интернете. Сейчас идут с ней на свидание. Как думаешь, его одного не опасно отпускать? Да нет, конечно. У него же есть телефон. Попроси, чтоб он звонил тебе почаще. Ну да. Я так и сказал. Вадим, надо поговорить. Пап! Ну, я пошел. Ну, выйди, выйди. Дай посмотрим. Классно выглядишь. Давай пять. И не поздно. Хорошо. Телефон с собой? С собой. Вот и вырос мой сын. Что ты хотела сказать? Ничего. Все хорошо. Да? Угу. Юля. Нет-нет, я не Юля. Простите. Простите. Трубку не берет. Уже десять часов. Ну, может быть, он отключил телефон. Звук. Алло. Ты где? В бункере, что ли? Что? В какой Васильевке? Ты с ума сошел? А что ты там делаешь? Так, я понял. Ладно, жди меня там. Я скоро буду. Жди на станции. Все, давай. Что случилось? Девушка на свидание не пришла. То ли не созвонились, я не понял. В итоге вспомнил, что живет она в какой-то Васильевке. Вроде бы как узнал улицу, вроде бы пошел искать. В итоге ошибся, не туда. В общем, сидит на станции ждет. Все, я за ней поехал. Пожалуйста, будь аккуратен. Я скоро буду. Я скоро буду. Ну что, Роману, поехали домой? Жду в машине. Так. Ёлки-палки. Тридцать три несчастья. Вадим! Мы уже едем. Егор сейчас воды копит. Слушай, он реально страдает, как мы раньше влюбленные. Знаешь, я тут подумал, он же остаться наверняка хотел за девчонки. Теперь, наверное, передумает. Вадим, а… я… надо будет с тобой поговорить. Говори, я слушаю. Ну, чего ты молчишь? Нет-нет, когда приедешь, поговорим. Хорошо, договорились. Ужин готов? А то мы голодные, как волки. Да, конечно. Вадим, я рассыпала соль. Упейте, пожалуйста, по дороге. Давай, целую. Наконец-то. Алло, Вадик, ну где вы? – Анна Корыбейник? – Да. Я из полиции. Произошла авария. Ваш муж ехал очень быстро, можно сказать, гнал со скоростью около ста километров в час у зигзагообразной дороги. На повороте у магазина не справился с управлением и врезался в дерево. Когда приехали мы и скорая, он уже был мертв. Но ваш пасынок жив. У магазина. Тихо, тихо. Не трогайте меня, все в порядке. Тихо, тихо. И, как раз, заняться его реабилитацией. Мне? Ну, конечно, вам. Вы же его ближайшая родственница. В дальнейшем вам понадобится сиделка и хороший физиотерапевт. Вы меня слышите? Анечка, если что-нибудь нужно, я могу оказать любую поддержку. Держитесь. Да, спасибо. Еще раз мои соболезнования. Анечка, Анечка моя дорогая. Да. Ань, я понимаю, ты не можешь еще отойти, Ань. Я завтра же, я приеду, я помогу тебе с Егором. Я обещаю тебе. Это мы во всем виноваты. Ты и я… Ань, ну что ты говоришь такое? Вадим не справился с управлением. Мы не имеем к этому никакого отношения. Ань, пойми, никакого. Я не знаю, как мне жить дальше, а ты говоришь, что мы не имеем к этому никакого отношения? Нет, никакого, Ань. Слушай, уйди, пожалуйста. Уйди. Вообще не надо ничего говорить. Ань, прости, пожалуйста, прости. Прости. Я сейчас. Аня, извини, что вы такой день. Я быстро. Вадим оставил завещание, по нему в доме некоторые его деньги наследуешь ты. Все остальное, в том числе и большая часть нашей компании, отходит Егору. Его опекуном до его восемнадцатилетия Вадим назначил тебя. Да, хорошо. По поводу последнего пункта, у тебя есть альтернатива. Какая может быть альтернатива? Аня, может тебе неудобно в таком состоянии ухаживать за ребенком? Ты совсем еще молодая. Ну, а я все-таки его крестный. Если откажешься от опекунства, мы через суд переоформим его на меня. Заниматься реабилитацией Егора буду я и точка. Ладно. Так, а что у вас здесь? Ага, значит, надо все переоборудовать. Вот здесь можно поставить кровать для мальчика. А здесь массажный стол. А, кстати, все вещи ребенка принесите сюда. Здесь будет его комната. Почему здесь? А у вас лифт есть? Вы же не будете его сами поднимать каждый день на второй этаж. Да, я поняла. Кажется, Егора привезли. Я тебя ненавижу. Я тебя ненавижу. Пойдемте. Пойдемте. Анна. Анна. Анна, просыпайтесь. Егор пропал. Я весь дом обыскала, а его нет. А коляска? И коляски нет. Так, а вы где были? Уснула. Вы уволены. Егор! Егор! Егор, ты не ушибся? Убери руки! Сволочь! Это ты во всем виновата. Ты! Это из-за тебя мы разбились. Соль тебе понадобилась посреди ночи. Прости меня, пожалуйста. Моего отца больше нет. Я никогда не буду ходить. Послушай меня. Ты будешь ходить. Ты слышишь? Я клянусь тебе. Ты будешь ходить. Я рисую? Ты даешь? Я рисую. Ты продадим. Ты думаешь? Я рисую? Я рисую? Ты думаешь, я рисую? Я рисую. Ты должен просыпаться. Ты влияние.